здарова народ пришло время почистить губную гармонику я решил записать видео показать вам как я это делаю пользуюсь я двумя способами о них и расскажу они очень просты незамысловаты вообще есть множество способов честно говоря я видел один из которых такой ну просто под краном подержать ее не разбирая как бы высушить и можно дальше пользоваться принципе имеет место быть такой способу но мне кажется он все-таки не очень действенный так как есть там нюансы есть такие там уголки где ваши слюни застывая застревают и потом вот это вот налет вот этот патина он вряд ли исчезнет после такого способа то есть разбирать губную гармонику следует когда чистить губную гармонику в принципе я это делаю когда точно промежутки сказать не могу там через сколько времени ну когда как я просто вижу что допустим она грязный такой уже у нее вид не очень и мне кажется что пришло время почистить я чищу или допустим у вас затыкается язычок то есть вот опять же от тех слюней которые там скопились застыли язычок уже не играет но все соответственно надо разбирать и чистить ну и в общем первый способ такой разбираем губную гармонику слову для этого способа мне пригождаются спиртовые салфетки которые можно найти в аптеке ну и что-то типа щупа вот у меня щуп а вы можете найти что-то типа такого сперва я очищу крышки и гребенку там проходите все нюансы убираете аккуратно кстати говоря вот по этим граням проходитесь потому что они довольно острые то есть можно вот так вот если сильно нажать можно потом обнаружить что ваш палец порезан это будет не гуд потом берете гребенку соответственно тоже так проходитесь там все вот это удаляете если между зубьями тоже есть ну какая-то грязь там застывшие слюни опять же скажу и они не убираются с помощью салфетки ну берете какой-то предмет там зубочистку или щуп и вот так вы скребаете вот это все аккуратно проблем у вас вызывать не должно далее беру платы смотрю если налет вот эту патина зеленый налет если он есть то его надо сперва удалить прежде чем протирать салфеткой потому что в принципе просто и протерев салфеткой не всегда действенно удалить его тоже не трудно в принципе вот это вот весь слюни вот это все вот так вот пройтись избавиться от этого не трудно просто берете щуп ну или что-то наподобие да если видите там допустим налет и он как правило присутствует на платах то есть на язычках но у меня вот за все время сколько я играю на губной гармоники на язычках как правило такого налета я не замечал но если он есть на язычке то язычок прежде надо чем-то подпереть аккуратненько подложив под него что-то и аккуратненько с него соскребать а так вот если на оплатах то просто берете вот так вот щуп и соскребаете соскребайте аккуратными движениями без усердства какого-то просто вот так вот соскребайте на лед и потом проходитесь спиртовыми салфетками но тут еще есть нюанс спиртовыми салфетками тоже надо действовать аккуратно есть такой момент вот здесь на платах находится как вы знаете такие пазы которые фиксируются крышки губной гармоники эти пазы можно почистить просто зубочисткой но опять скажу это будет не очень действенно то есть ставить зубочистку так пройтись там все это уберется грязь но это не очень действенно то что берется она не до конца я делаю так я беру салфетку как вы можете видеть она чистая упираю ногтем большого пальца в этот паз через салфетку слегка прижимая друг другим ну и прохожусь вот так вот то есть это очень просто просто прохожусь вот так вот тем самым удаляя грязь и грязь она вот как можете видеть присутствует если просто пройтись зубочисткой опять же скажу такая грязь никуда не денется аккуратно дальше проходитесь о поверхности и там где язычки вы проходитесь в одну сторону то есть сверху вниз никогда не в обратную потому что в обратную вы можете зацепить язычок и просто-напросто его погнуть но это будет само собой трагедия то есть вот так вот проходитесь и все ситуация исчерпана вот и все в общем то это первый способ и он я им чаще всего пользуюсь но есть еще и второй вы разбираете свою губную гармонику берете если у вас нет спиртовых салфеток ну там простые влажные салфетки либо просто под краном моете гребенку моете крышки платы не просто моете а как бы набираете ну такую там блюдца какой-нибудь или тарелку ну в общем какую посуду мне кажется даже можно использовать чашку главное чтобы плата туда полностью помещались туда в эту посуду набираете воды слегка теплый добавляйте ну там пару щепоток лимонной кислоты можно просто выдавить лимон в принципе разницы никакой на самом деле я не замечал так чтобы это сильно как-то на что-то влияло туда платы предварительно размешав пальцем кислоту чтобы она растворилась в воде вы опускаете платы через несколько минут достаете их ну там минуты 2-3 как правило я держу вот промываете обязательно промываете под водой не сильной струей потому что сильной струей можно повредить опять язычки в общем не под сильной струей промываете обязательно, потому что если не промыть и просто так высушить, у вас эта кислота засохнет и язычки слипнутся, прилипнут, конечно, не будут играть. В общем, это не круто. Кладёте на полотенце, высушиваете и всё. Всё чисто. Такой способ в принципе хорош тем, что когда у вас вот этот налёт образуется, патина зелёный, кислота его очень легко убирает. И после остаются как бы такие розовые пятнышки. Ну, знаете, как похоже на то, как если вы с кожи сдираете болячку, у вас там розовая кожа. Но вот так же остаётся такие следы после лимонной кислоты. То есть удаляется этот налёт, остаётся розовые такие пятнышки. Ну и всё, в принципе. Способ прост. Собираете губную гармонику и играете дальше. Наслаждаетесь её прекрасным звучанием. А ещё, к слову, хочу заметить, что на чистом инструменте на чистой губной гармонике играется лучше. Как ни парадоксально, но это факт. Ну всё, надеюсь, вам было полезно. Вам понравилось это видео. Удачи! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!